Понятно, начинаем. Начнем с вступления, и когда будет больше людей, я приду к основным законам. У меня урок, я, в общем, здесь. Да, да, да. Привет, привет. Как я говорил, мы сегодня поговорим о кашруте, связанной с рыбой. С рыбой, с рыбными продуктами, как покупать рыбу, как с ней работать в ресторанах, дома. И с другими рыбными продуктами. Говорим про консервы рыбные, про суши и прочие вещи, которые связаны с рыбой. Окей, начиная. Первое, что когда говорят про рыбу, сталкиваются с рыбой, ее всегда начинают сравнивать с мясом. Мясо нуждается в щите, нуждается в специальной подготовке, в колене, мачивать в воде, мыть ее, промывать мясо. Это кур животных, проверка животных и прочего, прочего, прочего. Ничего, этого рыбы нету. Это, как говорится, в первых законах о рыбе, когда говорит Шурхана Рух, вытащить рыбу и проверить ее, симоним, проверить ее знаки на кашу. Это чешуя и плавники. Это все заменяют все, все вот эти вот процедуры, которые необходимы для того, чтобы подготовить мясо к кашуру. Вот так происходит. Одна, много причин, я повторяюсь, все вот, которые не связаны с лохой, а более такие, связаны с хестидутом, с лохой, в конце урока поговорим о них. А сейчас просто в двух словах. Рыба – это более тонкое создание, у нее более тонкий духовный корень, поэтому она не нуждается в исправлении. Мясо из-за ее глубокого, тяжелого материального корня нуждается в серьезном исправлении, в серьезной подготовке, в обучении людей, которые занимаются мясом. Рыба – это вот взял человека, любого, объяснил ему, что то, что нам нужно кушать – это плавники и чешуя. Да, еще известно, что рыба, у которой есть чешуя, обязательно будут плавники, но рыба, у которой есть плавники, не факт, что будет чешуя, это много есть примеров. И вот эти вот знаки, с этими знаками можно идти вперед, это основной принцип кашрута рыбы. Основной принцип кашрута рыбы. После того, как мы это знаем, есть уже более глубокие вещи, да, мы знаем все, что любой еврейский праздник, любая еврейская серьезная трапеза начинается всегда с рыбы. И это не просто так выбрана рыба на такую важную роль. Этому есть глубокие корни в Кабале, в Талмуде, в Хаседуте. Важность рыбы – одна из таких причин – рыба не принимает на себя сглаз, что называется айнаран на лошонакодыш. Рыбу нельзя сглазить. Почему? Потому что рыба всегда находится под водой, под поверхностью, она всегда скрыта от сглаза, всегда находится где-то в тайном мире. Еще вода сравнивается с мудростью, с торой, да, с философией глубокой. Поэтому она находится в самой такой чистоте, как бы вода это очищает. Поэтому ни в каких таких… и это помогает ей быть более легко пригодной к еде. Как я уже сказал, что основные симонимы, основные знаки кашрута рыбы – это чешуя и плавники. Чешуя служит некой, как вот одежда рыбы, да. Если вот посмотреть, зачем рыбе нужна чешуя, одна из причин – это ее защита. Несмотря на то, что у рыбы есть даже рыбы, которые без чешуи, змеи есть без чешуи, много животных, но это их кожа. У рыбы, у которой есть чешуя, это ее защита. Как у рыбы это материальная защита, которая защищает от животных, от врагов и от колючих всяких, там, камней и прочего. И в некоторых случаях ей помогает быстрому плаванию. Так и в духовном аспекте – это духовная защита, да, духовная помощь, так сказать, в передвижении духовном. И то же самое плавники. Плавники, опять же, у всех рыб, у которых есть чешуя, есть плавники. Есть только некоторые виды змей и таких броненосцев всяких, это более уже животные, это животные, у которых есть чешуя, но нету плавников. Они, поэтому, они, понятно, запрещены, потому что они не рыбы. Но есть другая особенность. Есть в Африке, и с этим недавно столкнулись в Кашруте, в Израиле, есть в Африке рыбы, которые могут жить несколько месяцев и даже целый сезон и почти год без воды. То есть они, когда они живут в озерах и в реках, и когда эти реки, озера высыхают, они остаются закопаны в грязи, в песке, и пока этот песок содержит какое-то минимальное количество влаги, они еще живут, проходит песок этот полностью уже сухой. Прям вот крошится, в нем нет ни капли влаги, они еще могут продолжить некоторое время жить. И с этими рыбами есть определенные проблемы с кашрутом. Почему? Потому что у этих рыб явно есть легкие. То есть они не дышат только жабрами, они уже переходят из вида рыб в вид никаких таких животных, как морские котики, как морские виды, которые даже если бы у них была бы теоретическая чеша, они не были бы кошерными, потому что они не рыбы. И также этот вид, который нашли в Африке, рабанут израильский, запретил его возить в Израиль по причине, что они сказали, мы не знаем, у них есть легкие. И поэтому возможно, что это уже перешло из рыбы в рот каких-то животных, присмыкаешься, мы не готовы на это дать кашу, несмотря на то, что пока они в воде, с ними все хорошо. Это может быть действительно вид какого-то устрожения, вид какого-то это, но важно, чтобы люди, которые стоят в рыбануте на таких должностях, разбирались. Действительно, как вот Равин, который рассказывал, он просто начал искать в гугле, он читает, он сам американский гражданин, читает хорошо на английском. И нашел на английском описание этой рыбы, что она может жить на суше долгое время, и поэтому ее запретил. И поэтому ее запретил. У рыбы, как мы едим, мы знаем, что одна из популярных рыб в российской кухне, да, и во многих кухнях других, это скумбрия. Скумбрия, если мы посмотрим, на ней вы не найдете ни одной чешуи, если только, я не знаю, вам очень сильно повезет. Тем не менее, скумбрия принята как кошерная рыба, во всех книгах находится кошерная рыба. Почему? Потому что Аллаха говорит еще одну вещь, что рыба, которая, когда она плавает в воде, и у нее есть чешуя, и очень часто бывает, что, когда ее вытаскивают на сушу, у нее эта чешуя пропадает. И поэтому, несмотря на это, то, что у нее чешуя пропадает, то, что у нее в воде была чешуя, как у скумбрии, она остается кошерной, признана кошерной рыбой. И ее кожа характерная, с остатками, знаками маленькими, такими, если посмотрите на скумбрию, это очень даже трудно увидеть, но видно чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть просматривается кожа, на которой когда-то была чешуя. Несмотря на это, неизвестные рыбы, которые на них видно, вот если мы приходим в магазин, перед нами лежит рыба, очень похожая на то, что на коже была чешуя, но она выглядит, это не скумбрия, и не рыба нам известная. То такую рыбу есть нельзя, нельзя ее покупать, несмотря на то, что да, там нам объясняют в магазине, что была, и все, мы на это не обращаем внимания. Если мы хотя бы, и если мы находим хотя бы одну чешуйку, то вся эта рыба уже становится кошерной. Это, кстати, относится очень сильно именно к рыбам таким популярным. В Израиле есть рыба насихат анилус, нильский окун называется на русском, принцесса Нила, очень распространенная рыба на Ближнем Востоке, дешевая, вкусная, легко добываемая, ее много, и оказывается, что насихат анилус обычно это обычная рыба, окунь, как вы видели, окунь, похоже, родственник какой-то дальний, наверное, обычного морского окуня, российского окуня, обычная рыба с чешуей. Есть насихат анилус, которая без чешуи, и опять же, или она не до конца исследована на предмет кошруты, или же в ней просто действительно не было никогда чешуи, но факт остается фактом, на ней нет чешуи, она не попадает, как скумбрия, которую нашли, когда она была в воде чешую, и поэтому насихат анилус, вот в Израиле кто находится, в принципе, без кошрута, если на ней нету плавников, но в Израиле есть, чешуи ее покупать нельзя, но в Израиле есть один плюс, есть очень много готовой продукции, которые уже продаются в магазине с печатью бодаться, с печатью других хороших кошрутов, в которых, которые проверяют, и уже эту рыбу делают филе, делают из нее различные продукты, и замораживают, и продают, поэтому такую рыбу никакой нету проблемы покупать уже с кошрутом, но находясь за границей, если еврей заходит в супермаркет, и на языке, или там он на французском, английском, или каком-то находит, что в супермаркете есть вот эта вот насихат анилус, и он не видит ее кожу, несмотря на то, что он помнит, что в Израиле насихат анилус сидели, не было никакой проблемы, за границей он не может купить, потому что без кошрута, без кожи мы не можем покупать рыбу, не зная, что это за рыба, поэтому важно, кроме того, что он должен знать, уметь хороший глаз, разбираться в видах рыбы, он должен знать их названия, потому что, как бывает обычно, человек поехал в магазин, покупает, звонит, это такая рыба, это такой вид рыбы, он должен знать все названия, где есть проблемы, где нет проблем, самые ходовые такие, которые общеприняты, должны быть на слуху, название рыбы это субъективное, есть такая шутка, что рыбаки первые, когда ловили рыбу, они называли рыбу именами тещи, поэтому очень много тещи своих, поэтому очень много рыб, или детей, поэтому очень много рыб таких с похожими мужскими или женскими именами, да, но важно знать эти виды рыбы, чтобы избежать неприятных ситуаций, когда уже купили рыбу, закупили целый ящик, оказывается, она вся без кожи, вся без каких-то знаков, но несмотря на это, если еврей пришел в магазин и перед ним лежит, уже он видит глазом, что это целая семга или целый морской окунь, целая дорада или другая рыба кошерная с чешуей и плавниками, и в этом магазине рядом продаются некошерные шримсы, всякие крабы и прочее, 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 кальмары, которые разделывают, у него стоит дилемма, то есть он хочет домой купить рыбу, но он не умеет разделывать, и дома у него нет для этого условия, не хочет этим заниматься, и хочет попросить в магазине, ну да, начинает представлять, а вот нож кошерная, доска некошерная, на это отвечает Аллаха, что нет никаких проблем, можно попросить не евреев в некошерном магазине, с некошерной доской, с некошерным ножом, но они должны быть чистые, порезать ему эту рыбу на филе или на это важно, чтобы он видел, чтобы каждый кусок, который режут, клали в пакет и при нем запаковали, да, нет в рыбе таких, мы об этом поговорим еще, есть параллель такая между рыбой и мясом, нет в рыбе таких законов, что, как на мясе, например, если кто-то из вас был мошгехом на мясе, знает, что если вдруг заходит главный мошгех в зал, где проходит обработка мяса, и видит, что там мошгеха не было, и стоят открытые коробки с мясом, если не повезло этому мясу, если оно уже помыто, если оно уже, если в соли, да, он видит, окей, в соли есть, понятно, что это один из знаков того, что это наше мясо, но если это мясо просто лежит в сторонке где-то, и не было еврея мошгеха, называется басар нейламянь, мясо, которое было упущено от взгляда, то есть за ним не наблюдали, был какой-то момент, что оно было в помещении, где нету еврея, пока не поставили печать, пока не запаковали, такое мясо запрещается, не разрешается в еду есть, только начинают там искать, может, как-то порезано, ну, то есть нужно целый процесс провести, в рыбе такой проблемы нету, то есть отвернулся, ушел, этот кусок лежит, да, значит, это это, то есть она, это опять же говорит о том, что в рыбе меньше вот таких вот всяких духовных проблем, которые мы попозже поговорим, которые связаны с мясом, и поэтому вот в магазине гораздо проще покупать, и даже многие раввины, я не думаю, это навряд ли подходит к кашруту, который ведет департамент в Москве, но для дома, как говорится, и для более легкого вида кашрута это подходит, машинка, машина, в которой делают фарш, если кто-то, рыбный, да, в магазине, опять же, не кошерном, если кто-то хочет домой себе сделать фарш, в таком магазине просит продавца показать ему, что машина чистая, причем чистая, не как вот моем на Песх, чистая, визуально чистая, нету кусков рыбы другой, просит взять, помолоть ему рыбу на гефильте фиш, нет никакой проблемы, опять же, рестораны все-таки есть какой-то, который находится под кашрутом департамента, есть какой-то уровень, который, скорее всего, такую вещь не позволит, есть более такой и дур, как устражиться и сделать это красивее, сделать это лучше, если идут в магазин нееврейский покупать рыбу, чтобы был там мажгех или еврей соблюдающий с доской и с ножом, тогда это вообще как бы чистые дуры и красивые, и все отвечает на все вопросы. И машинку, понятно, что машина, которая делает фарш из рыбы, да, и если ее минимально, она пройдет процесс кашировки, помыть ее получше, под глазом еврея, просто обдать водой горячей, то все проблемы отходят, можно делать рыбу, делать хорошие фардные на гефильте фиш, без никаких проблем. Это что касается свежей рыбы, да, симоним, если мы ее режем, стараться в чистых условиях, с чистой доской, с чистым ножом, если делаем фарш, чистая машинка. Теперь, что касается рыбы мороженой, всем известно, что надо видеть кожу, смотрим на упаковку, если семга, да, это характерная семга, на семге кожа, на самом деле даже не столько важно видеть кожу, семга у нее очень характерное мясо, да, это розовое, с такими характерными белыми прожилками, ни с чем не перепутаешь, это даже Аллаха об этом говорит, что семгу можно покупать, как она есть, но тоже я слышал недавно, существует очень интересная проблема, ее нашли недавно, как мы знаем, про всех, кто занимается продуктами, хотят за максимальную цену продать продукт, чтобы его продать с большой выгодой, надо его как-то увеличить, да, если рыба на килограмм, надо ее разогнать, чтобы она была там кило 100, кило 200, рыба не мясо, как уже говорилось, и то, что делают мясо, вливают воду, это с рыбой не работает, но нашли на Дальнем Востоке, вот страны Китая, Вьетнам и все вот эти вот страны, нашли патент свой, они берут рыбу, отходы от рыбы, абсолютно там неважно какая, ее специально обрабатывают, ее уже смешивают вот этот вот некий такой состав с водой, добавляют минимальное количество, то, что химия добавляет, это вообще, говорится, не страшно, и это внедряют под кожу и мясо рыбы, и этим они добиваются, рыба превращается в более такую сверкающую, более красивую, когда ее замораживают, у нее вид свежий, и добавляется еще вес, то есть из килограмм она становится кило 200, и какая с этим существует проблема? Проблема проявляется такая, что в рыбу, которая абсолютно кошерная, с кожей, с чешуей, с чем хотите, попадает, не кошер, вот этот вот перемолотый состав, в нее входит какая угодно рыба, и там может содержаться даже животное, то есть важен белок, важен белок, чтобы он схватился и вошел и сделал вот эту вот рыбу более красивой, более такой впечатлительной, и помог воде абсорбироваться, впитаться. Теперь, что, как говорится, на майсе, что надо знать в этом случае? То есть, в принципе, ни один раввин не скажет, что все, я теперь запрещаю всю рыбу с Дальнего Востока, с этих стран. Почему? Потому что это, как говорится, хошар, софэк, внедрили эту воду, не внедрили еще. Другая проблема, что и не пишут вот эту вот добавку, потому что это рыба. То есть, если даже начнут делать, а в Америке любят делать генетические экспертизы всем продуктам. Мед там, например, из Грузии, или он пришел, как написано, или из Китая более дешевый, там настоящий. Рыба где выловлен, в каком? Ну, это генетически не возьмет, да, какая-то рыба, какая-то что-то. То есть, и раввины, в принципе, не могут запретить рыбу, которая идет с Дальнего Востока. И только из-за того, что, да, кто-то сделал проверки и нашел в ней некие внедрения, некоторые внедрения, это самое, других продуктов. Ну что, надо об этой проблеме знать. И если действительно очень подозрительно есть какие-то дополнительные непонятные написанные вещи в составе продукта, ингредиенты, то такую рыбу надо стараться не покупать. И почерпну, что в Европе, в Америке таких проблем нет, потому что проверки и контроль становятся более серьезные и серьезные. И я об этом поговорю в конце урока. Даже, что касается кашрута, у нас, как у мошгехов, как у евреев, как у людей, которым важно, чтобы не было посторонних вещей в рыбе, есть у нас, так сказать, становятся партнеры, неожиданные такие, в лицах нееврейских заводов, абсолютно не связанных кашрутам, которые помогают нам искать, так сказать, нежеланных гостей. Об этом мы поговорим позже. И важно, да, во все... В рыбе, опять же, это редко бывает, но в мороженой рыбе все равно посмотреть на это самое, на состав. Все знают, есть списки, это очень даже легко найти, просто пишешь и там 120, кошер лист, у тебя выходит, что это за... Если хочешь серьезнее посмотреть, да, есть прямо книги такие, в которых написано, что это за состав, насколько он проблемный, сколько процентов, да, там, или это гладкошер, или надо, или не надо. То есть, посмотреть чисто визуально, что находится в этой рыбе. Это что касается мороженой рыбы. Следующая рыба, да, одна из, наверное, самых популярных рыб, особенно у еврейского, у европейского еврейства, это селедка, да. Эринг, селедка, да. Ни одного фарбигена не обходится без селедки. И есть еврейские семьи, которые садятся завтракать, обедать и ужинать. У них может быть на столе что угодно, на трапезе, неважно, что, и любая трапеза, свадьба, брить, что хочешь, шаббат, праздник, но обязательно есть селедка. То есть, без селедки они сели, нет селедки, ни разу пошли, поставили селедку, должна быть на столе. То есть, важная рыба и селедка. Селедка, на самом деле, когда мы ее видим в тарелке, у нее нету ни плавников, нету ни чешуи, нету ничего. Максимум, что мы видим в банках, в банках, что называется, это не бочки, а пластиковые коробки, как назвать, в них видно селедку, которая осталась чуть-чуть с кожей, на которой просматривается некий вид чешуи, и понятно, что видно некоторые остатки плавников, и мы начинаем ее чистить. И всегда подсознательно возникает вопрос, а почему вот с другим рыбам, там у нас есть более придирчивая такая, вот мы проверяем, смотрим, а тут как стал вопрос такой важности, то есть эринг, селедка, все, мы закрыли глаза, и эта рыба к нам идет на стол. Одна из причин кроется тут в том, что в самом еще начале все рыбы селедочные, это, кстати, касается и шпрот, и салка, и селедка, и килька, все вот эти вот виды селедковые такие, они плавают в больших стаях. И как сами вот неевреи, которые этим занимаются рыбным промыслом, они, есть фильмы даже, это ему подтверждение, они заметят, видно это, что эта рыба никого не пускает. Такая бы она ни была, бы маленькие кильки или там большая селедка, как только подплывает какой-то чужак такой, который это, они сразу в него накидываются и не пускают эту рыбу. То есть, когда ее ловят, очень маленький шанс есть, что в ней есть какая-то другая рыба. Понятно, что на кашрут нам это еще, как говорится, но это нам уже делает какую-то такую первичную проверку. Вторая проверка на самих заводах, на самих заводах, селедка в Голландии, шпроты в России, шпроты в Латвии, килька, да, на всем Черноморском, Болгария, Румыния, Турция, это очень важный продукт. То есть, это как, как вот тут есть ребята из Болгарии, я сам жил много в Болгарии, да, и бывал и в Румынии, и в Турции. Это просто вот килька, это, как говорится, национальный такой продукт, жарят ее, ее, кстати, жарят там, они не солят, в основном жарят, и у них есть до всего, до того, как это еще дошло до кашрута, до того, как там появился мошгек, чтобы поставить печать. Каждый, на всех этих заводах, без исключения, какие бы они ни были современные, какие не были оборудованные, есть всегда куча ребят, которые стоят и без требований кашрута, и даже для самих вот нееврейских консервов, они стоят, каждую рыбу проверяют. После того, как рыба проверяется, да, если это шпроты, их коптят, как коптят шпроты, каждую вот эту вот маленькую, которую вы видите в банке, ее нанизывают на проволоку. Стоит человек, то есть, это прошло уже несколько проверок, и последнее, то есть, человек просто берет каждую вручную и нанизывает, и окончательно, и после этого там находятся мошгеки, разные, да, и разные кашруты, разные уровни мошгеки, есть мошгеки, которые постоянно находятся, есть мошгеки, которые приезжают, смотрят и видят, что так работают, да, это кашрут, по-разному это работает, там нету априори других вообще рыб, нету никаких вещей в копчении, да, нет никаких проблем, поэтому это разрешается, да, там зависит холодное, горячее, мы об этом тоже еще чуть-чуть поговорим, вот, и последняя стадия, после этого попадает в банк, ставится печать, и последняя стадия все-таки действительно лежит на, даже уже не мошгеки, а на самом потребителе, если потребитель доверяет печать, он может этой печати доверять, и будет абсолютно прав, но все равно, открыл банку, мы видим шпроты, уложенные, да, их там есть, я недавно узнал, есть зимняя укладка, есть летняя укладка, зависит от жирности шпрота, они лежат или животом вверх, или спиной вверх, но все равно на них видно, что это шпрота, все равно на них можно присмотреться и увидеть кожу, которая характерна для шпроты, и если это селедка, то вообще проще, да, мы открываем вот эти вот коробки такие голландского производства, разных, Балтийского, Английского, скандинавских стран, видим в них селедку уложенную, характерную, нет никаких вкраплений, опять же, проверяем и, но в голландской, как правило, насколько я знаю, там вообще ничего нету, там даже нету, только соль, и можно, но надо посмотреть иногда, уксус могут, иногда там в более дорогих каких-то красивых вино, поэтому на эти продукты нужен кашрут, все, что уже касается более сложных, но департамент на сегодняшний день разрешает в пользование селедку, что называется из бочек, вот из этих коробок, которые только вода, соль и сама селедка, и ее видно, да, до сих пор с этим не было никаких проблем, слава богу, в Москве много, покупаем, и про вот то, что в них бывают гости, это чуть попозже мы поговорим. Следующий момент, это рыба копченая, да, как мы знаем, есть рыба холодного копчения, есть горячего копчения, холодное копчение, это где-то 25-30 градусов дым, горячего копчения, это бывает до 50-60 градусов дым, причем тут насчет холодного копчения практически нету никаких расхождений, особенно в странах, где нету рыбы, семги, например, которые с печатью кашрута разрешают есть норвежскую семгу, даже без кашрута, без никаких проблем, она принята, что в них никаких нету проблем холодного копчения, разрешают есть в Румынии, есть несколько заводов, которые, да, известны, что они коптят только семгу, и никаких нету проблем. С горячим копчением есть больше проблем. Тут мнение поским давно много, есть спор, считается ли копчение, как бешур, считается ли копчение варкой, есть много поским, которые считают, что, много раввин, которые считают, что копчение это не есть варка. То есть, несмотря на дым, несмотря на то, что он отделяется, это практически коптилка на, там, электрические нагреватели, которые разогревают уголь, разогревают древесную какую-то смесь, и от нее исходит дым, то есть это горячий, но все равно они считают, что это не бешули, и поэтому, да, они говорят, что, во-первых, рыбу едим сырой, во-вторых, да, рыбу, все знают, что есть много видов, не только суши, когда и рыбу едят сырой, есть много видов рыбы, и плюс к тому, что дым, он все равно, когда попадает в рыбу, это не совсем бешули, и многие раввины разрешают даже рыбу, которая подверглась горячему копчению. Но, опять же, в странах, где есть кашрут, где можно купить рыбу с кашрутом, это, как правило, не разрешает, и к тому же, если, как говорится, подумать, что это не такой продукт первой необходимости рыбы горячего копчения, поэтому тут большинство все-таки сходит с тому, что горячего копчения нужен кашрут, и плюс есть другая проблема. Сколько я вот проверял, говорится так, на больших предприятиях они, как сказать, держат марку, и хотят, чтобы их продукция, покупатель, который купил пять лет назад семгу горячего копчения или какую-то рыбу горячего копчения, он купил через пять лет, и она была бы одного того же вкуса, и старается держать один и тот же вкуса, большие, серьезные бренды. Маленькие бренды, им это менее важно, они сегодня урвали там одну рыбу, завтра другую, один вид, и поэтому большие бренды считаются так, что они не будут никогда коптить там сама условно, или какую-то некошерную рыбу, или даже мясо, не дай бог, рядом с рыбой в одном и том же шкафу. Для них важен вкус. Несмотря на это, маленькие предприятия готовы для них, и я слышал, действительно, много раввинов, сам не видел ни разу, не буду это сам, но раввины, которые были на маленьких предприятиях, есть тут раввины на две группы, те, которые были на больших предприятиях, только они говорят, такое невозможно. Невозможно, чтобы коптили один вид рыбы с другой. Это Вай, он говорит, мы сколько спрашивали у технологов, сколько спрашивали у директоров заводов, у работников даже, делали такие, это самое, на месте, среди маленьких работников. Такие каверзные вопросы, а если так будет, я знаю. Ни под каким видом они не будут коптить два вида рыбы. Но если поговорить с раввинами, которые ездят по маленьким заводам, они говорят, это сплошь и рядом, никаких проблем. Маленький завод, он сам себе хозяин. Плюс на маленьких заводах, это касается всего производства, от конфет, консервов, чего хотите, на маленьких заводах есть другая проблема. Сами люди, которым, людям нужно кушать, и сами люди, которые кушают, на маленьких заводах чан, в котором засаливают рыбу перед копчением, смачивают и прочее, вся посуда, она потом моется на общей кухне. Есть одна кухня, нету как на солидных заводах, там, столовая для работников, там, отдыха комната, бильярда, там, и прочее, прочее. А все вместе, вот есть, вот на таких я, кстати, был, где есть общая какая-то такая заводская тема, что они готовят, и рядом кухня. Это все общее пространство, то есть они могут приготовить на сковородке какую-то свою еду из дома, и помыть ее в общем, там, в общей мойке, и потом вот это все расходится по кухне. И бывает часто, что мошгефи, которые не знают, вот это особенно в Восточной Европе, восточноевропейскую ментальность, они могут кошеровать два дня весь завод, и даже не думая, окей, они смотрят на эту кухню, как на что-то такое несуществующее, там стоит какой-то холодильник, и какой-то такой старый стол со склеенкой, они могут представить, что это имеет отношение к какому-то производству, которое достаточно модернное, на котором куплены серьезные, так сказать, машины, серьезная тема работы. И то же самое относится к рыбе. На маленьких заводах, теоретически, то есть понятно, что это не трефует весь завод, помытая сковородка в общей раковине, даже если там не знаю, что готовится, но это уже не мядри. Ну и, как говорится, если мы говорим за уровень мядри, эта вещь не мядри, не проходит, поэтому рыбу горячего копчения, в принципе, как говорится, если нет такого шата-тхак, а с рыбой такой, по идее, на приори не может быть, что вдруг надо шата-тхак. Есть, не рекомендуется. Что касается горячего копчения, проверить специальный завод, поговорить, посмотреть, спросить. Теоретически некоторые вещи из них будут пригодны в пищу. Окей. Есть тоже не менее популярная, а в Израиле, наверное, одна из самых популярных рыб, это рыба туна, тунец. Тунец, разные тоже, есть и раввины, которые ездят вот на Ближний Восток, они говорят, что где-то около 70-80% тунца кошерных. Есть и которые работают в Испании, Португалии, это тоже центры добычи тунца, они говорят, что около 30% всего кошерных, 70% не кошерных. Но видно сразу, что есть определенная проблема, не весь тунец кошерный, поэтому и когда делается партии кошерных консервов, это целый процесс, то есть в Машгехе начинают свою работу еще с корабля. На корабле проходит основное, это самое в Миюн, основная сортировка рыбы на кошерную и не на кошерную, и когда она приходит уже на заводы, там уже вторичная сортировка уже более легкая, потому что уже 99% работы сделано, все равно выявляется, и как правило, это видно на банке, многие израильские консервы, американские, они сделаны прямо в Америке или в Израиле, есть два вида, или же берут, есть консервы в Таиланде, много консервовых заводов, их прямо консервируют там, или же эту рыбу заваривают, ее прямо обваривают так, и в Израиле уже везут в вакууме, замороженную, и в Израиле ее упаковывают и успешно продают, и тут тоже важно, хорошие уровни кашрута, которые соблюдают все шаги, то есть чтобы партия, которая была выбрана на заводе, на корабле попала именно эта партия, ее маркируют, понятно, что Машгех не сопровождает каждую рыбу, это может быть несколько десятков партий, это огромное количество грузовики, десятки, сотни тонн, чтобы все, что выбрали, попало, что принято, нужен хороший кашрут, и тут обычный кашрут не советовали бы употреблять, потому что могут быть какие-то пропуски, особенно учитывая, опять же, специфику Ближнего Востока, где ребята очень такие, сказать, продуманные, и у них есть много идей, и были случаи, когда, вот Машгех один рассказывал, что они производили 10, например, грузовиков, консервы в день, а когда он узнал, что случайно, он узнал, что на погрузку в один день приехало, так вот это, как-то он услышал, приехало там 30 грузовиков на погрузку на корабли, он начал проверять, увидел, да, что они завозят, маркируют, потому что нет никаких проблем подделать, маркируют, фальшиво, то есть страшная вещь, поэтому действительно Машгех, который ходит и слушает, может, как говорится, найти проблемы, Машгех, который приехал, отстучает в свое время, он таких проблем, есть только единственное, конечно, будет сиято дешмая, если Всевышний захочет, чтобы Машгех все-таки что-то откроет ему глаза, на самом деле, нужно действительно покупать, несмотря на то, как казалось бы, что может быть в Туне, хороший продукт, с хорошим экшером, теперь, что касается практики на кухне, в первую очередь, конвектомат, конвектомат, в котором сделали рыбу, потом делают мясо, в принципе, нет никаких проблем, сделали рыбу, конвектомат пахнет, семгой такой вкусный, все, открыли, чуть проветрился, не надо абсолютно никаких, если он чистый, никаких процедур кашекашировки, ушел запах, можно вставлять мясо и готовить, единственное, что если эта рыба вся распрыскалась, там по стенкам помыть, это есть, что называется мамашут, есть сущность рыбы, вот ее прям видно, со соуса, это самое неаккуратно готовили, распрыскалась, то тогда это надо помыть, если это чистое, только прошел, и то же самое, прошел запах, может, то же самое касается сковородок, противень, и ножей, и досок, и всего прочего, помыли, можно использовать, да, про еду, все знают, есть тоже закон, это как мясо и рыба, да, мясо и рыба, это тоже закон, который принят еще мудрецами Талмуда, говорится, что это из-за опасности, опасность была во времена Талмуда, такая болезнь, которая называется царат, сейчас такой болезни, все в один голос говорят, что нету, но этот запрет остался, Вилинский Гаон говорил, что не все запреты, которые делали мудрецы, они говорили все абсолютно причины, есть причины, которые они считали, что нету смысла говорить, не стоит говорить, может, не стоит людей пугать, если им сказать эту причину, они вообще ничего есть, и чтобы людей, не говорится, не шокировать слишком сильно, не говорили всех причин, но несмотря на то, что причина царат, нет такой болезни царат, то есть теоретически мясо и рыба, уже такой опасности не существует, но все равно до сих пор мы знаем, мы этого придержимся делать, Есть другой вопрос. Он происходит, написано в шпанарухе Рабьосевкару, и этому до Рабьосевкару абсолютно никто об этом не говорил. И даже вот про этот запрет мяса и рыбы Рамбам не говорит. Мясо и рыбу Рамбам не говорит. Отсюда тоже видно, что это запрет, который относился к более ранним временам. Но несмотря на это, есть какие-то скрытые причины, которые мы не знаем и соблюдаем. Знаем, что надо соблюдать рот, высказать лыхаем, покушать хлеба кусочек и прочее. Есть более курьезный момент. Курьезный, логический, если назвать так можно. В шпанарухе Рабьосевкару написано, что басар бахалав это тоже сакана. И многие комментаторы шпанаруха говорят, что это ошибка. И многие не придерживаются этого, абсолютно не обращают внимания. И рыбу и молоко, в основном это ашкеназские раввины, рыбу и молоко абсолютно не обращают на это внимания. То есть парят, жарят, парят, едят и все прочее. Сефардские раввины запрещают очень серьезно, большинство сефардских раввинов, молоко и рыбу вместе. И даже были сефардские раввины, которые по совместительству были врачами. Они искали даже медицинские. Как правило, никакие нам запреты, законы. Нам не нужны медицинские подтверждения. Но тут, да. После Рабьосевка Гороба многие написали, что это Таутсольфер. Да, я и говорю, что многие написали Таутсольфер и забыли. Они пишут, что он перепутал мясо и молоко. Да, 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 и все, и забыли. Даже не он, а Таутсольфер в печати перепутали. Да, я и говорю. И поэтому, но многие говорят, нет, это не. И находили, шли, то есть сами раввины, которые врачи. Шли еще к раввину, к врачам нееврейским. И обсуждали с ним этот вопрос и находили причину. Почему? Потому что, в принципе, нам не нужно, да, свинину нам запретила Тора. Мы даже не думаем, зачем, почему там кто-то ищет какие-то жирности и прочие, какие-то причины. Нам это не нужно. А тут, поскольку это все основано на Сакана, на опасности, да, на каких-то проблемах таких, которые не связаны. Написано Саканта Хамира Мейсура. Сакана, она более опасная, чем запрет. Почему? Потому что запрет, окей. Запрет, когда есть Саканам и запрет, опасность, она можно нарушать запрет. А тут сам, у тебя нет запрета, у тебя Сакана, у тебя тут сама запасность, поэтому это ничего нельзя нарушить. Это очень серьезно. Нет возможности обойти Сакану. Запрет можно, Сакану нельзя обойти, опасность нельзя обойти. И поэтому много сефардских мудрецов, вот, Раф Авади Юсеф очень много об этом говорил, что рыбу и молоко нельзя есть. В Хабаде есть что-то вот посередине. В Хабаде, как правило, молоко и рыбу тоже вместе не едят, но едят, если добавляют масло. Если добавляют в это не подсолнечное, а сливочное масло, то едят. У сефардов есть чуть-чуть другое. Сефарды не едят все равно рыбу с молоком, но едят с маслом и сыром, едят просто с маслом. То есть, есть вот такая вот, как говорится, градация. Есть рыба и молоко, которые едят только ашкеназы, которые придерживаются мнения, которые говорят, что это тауцифер. Есть молоко и масло, которые едят хабадники. И есть сефардские ребята, которые едят только масло и молоко. Теперь, стоит ли это применять на практике в ресторанах? Вопрос, я не знаю. Вопрос, если это не мешает работе молочного ресторана, его циклу, его всем вот этим. Во-первых, если по-хабадским, если есть на столе масло, если вот, как раньше все помнят, чтобы, как это говорится, такие времена вернулись в скором времени, шикарный завтрак в Меоце, да, про который говорили, когда я был где-то за границей, говорил, что я был в Москве. Не говорили Красная площадь, не говорили там это, говорили, а ты кушал завтрак в Меоце? Я говорю, да, кушал, а все, значит, ты был в Москве. Так вот как завтрак в Меоце, если стоит по хабадским, так сказать, канонам, если стоит масло, это все. То есть каждый еврей, который богобоязнен, который хочет там икорку себе намазать, или семку, или это берет, это масло, и все. Он это, по-сифарским, да, по-сифарским надо чуть-чуть, надо просто, чтобы не было молока, и тоже это канает. Это что касается, но это тоже, если вдуматься в этот запрет, это тоже, поскольку, опять, как я с чего начал, что рыба не нуждается в тикуне. Рыба, она сама по себе, она очень нежная, ее корень духовный, очень-очень высокий. И, несмотря на это, все равно какие-то маленькие такие, чуть-чуть темы, которые где-то надо доработать, вот с мясом ее не надо, там, это самое, надо помыть, с рыбой надо масло, чуть-чуть все равно надо какая-то подготовка, чтобы, чтобы, так сказать, рыба была пригодной пищей. Потому что сравнивают поедание рыбы, после того, как проверенный ее симоним, после того, как мы убедились, что она кошерная, сравнивают с поеданием мяса, которое прошло шхету. То есть, в наши дни, вот сейчас, только кто был недавно в Меоции, там был Брит, и было мало народу, и практически было даже два Бриса. И на каждом Брисе было по 10 человек, и все могли есть мясо, да, потому что, или это близкая семья, или 10 человек, которые едят мясо, то, в принципе, сейчас мясо нельзя есть. Вот эту работу, которую духовную еврей делает, опять же, со всякими там трудностями, со всякими, как есть, если уже позволите, я скажу немного духовно. Знаете, что последнее, прежде чем, так сказать, форбринген, тут много Раф Даниэль, Раф Шмуэль, кто-то еще есть из тех, кто прошел курс у Раф Мейера по Нори, да, и чуть-чуть про с Нори, мы перейдем про это самое, про Жучков. Ну, Нори, да, вот у меня есть тут Нори, его проверяют не как, казалось бы, по логике, да, надо посмотреть вот так вот на свет, да, какие там просветы, что это, вот сейчас вы, наверное, я могу показать так на свет, наверное, ничего не видно, да, видно такие вот. Ну, если посмотреть Нори, вот я искал, у меня не нашлось на целую пачку, не нашлось ни одного интересного элемента, чего показать, да, практически пачка вся чистая. Вот Даниэль, может быть, увидит что-то своим, так сказать, острым наметанным взглядом, но, как правило, мы ищем, вот с этой стороны тоже, мы ищем некоторые вот такие вот светло-розовые, светло-желтые вкрапления, которые напоминают ножки, щупальцы, маленьких рачков, маленьких вот таких вот ребят. И, как правило, все, что вот так вот легко сковыркивается, это является, так сказать, нежелательными вкраплениями, и такого есть нельзя. И что касается, кстати, кашрута Нори, вот сейчас российское, московское еврейство, да, страдает без суши, там, едет корабль с Нори, да, плывет сюда спасать российское еврейство. Почему такое-то? Если посмотреть на пачку, вот у меня есть пачка, которая без кашрута Нори, купленная в московском супербаркете, да, в состав входит только Нори, да, морские водоросли, да, рода порфира и все, сушеный. Если посмотреть на кашру, то же самое, ничего другого нет, никаких добавок нет. Но проверяли раввины, ездили в Китай, в Японию, оказывается, чтобы добиться вот этого блеска, чтобы добиться эффекта скрепления, в минимальных количествах все равно добавляется живой белок. Живой белок. И этот живой белок, несмотря на то, что он минимальных, мы не знаем, поскольку никто там, в момент, когда вот это делали, никто там не находился, неизвестно какое-то количество живого белка. И он важный продукт, да, то есть благодаря этому белку эти Нори более легко спрессованы, более воздушные такие, более гладкие. Это важный продукт, и поэтому ему нельзя пренебрегать. Это одна из причин, почему не едят Нори. Если ездили и проверяли, то каким образом, то есть оттуда знают, что... Нашли, нашли, то есть поэтому, чтобы поставить печать, это вот без печати, вот у меня без печати. Чтобы поставить печать, там раввины находятся на производстве и одобряют, и говорят, вот здесь эти ребята не добавляют белок, не добавляют там всякий жир в Нори. А вот в это никто там не был, то есть находили, находили проблемы, и поэтому вот российские депутаты... Ну, чтобы его скреплять, а этот, который одобрен, он все равно скреплен, так же, как... В принципе, по технологии этот белок не нужен. Это можно добиться к более качественной... Нельзя сказать, что это давар-моамид, нельзя сказать, что это... Он помогает, но он помогает, и не... Да, или, скажем, давать, чтобы у латони кар, то есть что он есть, то его нету, все равно... Опять, мы говорим про Меатрин. Это когда мы начинаем говорить про обычный кашрут, да, домой, я думаю, что если кто-то напишет в личку Раф Верзебу или Раф Марзелеву, я хочу там суш, он разрешит. Но в рестораны, которые придерживаются кашутами Адрин, вещи, которые уже заподозрены, где Рафины были и видели, что бывают проблемы, не ставят. То есть, да, она будет выглядеть так же, но более с другим трудом, более другими этими. Это видно в Китае, более легкий способ добиться качества продукта, хотя бы визуально, несмотря на то, что вот можно это добиться и без этого. Есть какая-то функция Моамид, есть какой-то процент, поэтому стараются не брать. Опять же, я говорю, домой, я думаю, что многие Рафины разрешат, и не будет с этим никаких проблем, и люди будут, как говорится, есть и насыщаться. Теперь, что касается, что касается червяков, да, нам тут Равин Шмуль предоставил шикарный материал. Я вначале расскажу вообще о червяках. И тут у нас вот в червяках как раз есть очень интересные партнеры, очень интересные сотрудники, помощники. Именно это интересно, это в рыбе просматривается. Это видно даже на местах. Вот если вы подходите в ресторане, как Машгех, к нееврею-повару, к нееврею-хозяину ресторана, и говорите, что я нашел червяков там в рисе, в нуте, в зелени, в этом. Я думаю, у них нет впечатления, они не впечатляются. Но если вы приходите, говорите, что я нашел червяков в рыбе, они делают сразу, ой, ай, эту рыбу сами выкинут. Я сам свидетель того, что повара неевреи выкидывали целые партии или целые рыбины, которые были с червяками. Теперь, что про это говорит Аллаха? Аллаха говорит такую вещь, очень простую. Если мы уверены, что этот червяк родился в этой рыбе, то есть он попал туда, когда эта рыба была еще икринкой, то нет никаких проблем. Это червяк, который не вышел из этой рыбы, и в этой рыбе мы не должны его искать, в самой рыбе, в самом мясе. Причем мы попозже поговорим, что такое мясо. Если же этот червяк попал в рыбу уже, когда она была взрослая, или мальком, но не на икринку, не выросла вместе с ней, то этот червяк считается запрещенным, неважно, где он находится. Теперь все червяки, которые находятся в желудке рыбы, в этом отсеке, где все это происходит, они все считаются запрещенными. И один раввин, Рафдорфман, у него видно под рукой есть какая-то нереальная термоядерная лаборатория, он сделал какие-то такие исследования, и он обнаружил, действительно он это зафиксировал с камерой, со всеми делами, что рыба гуляет, червяки гуляют по рыбе, что он был в мясе, ушел в живот и вернулся обратно. И он говорит, что это вот, он также это объясняет мутации, касаясь червяков в траве, в зелени и прочем, что мутируют червяки, приспосабливаются к новой жизни, мигрируют, развиваются, прогрессируют, меняются. Это он про живую рыбу говорит? То есть, когда вот эта же селедка, когда в ней червяки заводятся? Когда она была, если они завелись, они заразрешены только в случае, если завелись на возрасте икринки, выросли вместе с рыбой. Если они в нее заползли, то они уже становятся запрещены. И если они погуляли по ней, они тоже запрещены. Вот простая, как говорится, простая, простая обозначение лохи. Если насекомые отложили яйца в саму икринку, Да, в саму икринку. Такое вообще возможно, потому что... Да, сама икра, сама икра, она... У насекомых яйцеклад, а он острый, она может его куда-то... В икринку? В икринку, она в воде, то есть насекомое должно погрузиться в воду. Это происходит на уровне, когда заражается икринка. Можно, вот, кстати, тоже много червяков и вот этих всех личинок находятся прямо на икре. И уже сама, сам червяк уже находит себе подходящую рыбу. То есть Аллаха говорит, что не выросла вместе с рыбой. Не выросла вместе с рыбой. На каком-то этапе раннем выросла вместе с рыбой. То есть и это до сих пор, вот до вот этих всех современных исследований, считалось, что любая, любой червяк, который находится в мясе, мы его не это самое, и он никаких проблем. Где начинаются проблемы? Вот я сейчас покажу. Это как раз твой материал. Сейчас, 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 сейчас. Вот, видно, да? Вот кто не знаком с этим материалом, сейчас он загрузится. Вот, вот на этой картинке, на этой картинке практически нереально. Ну, у кого шмулик не подсказывает, я бы без подсказки шмулика ни за что бы не узнал бы. Есть червяк. И где этот червяк? Он вот находится вот здесь вот. Вот этот червяк. Это карп, снята кожа, и вот этот червяк. Вот это его два глаза. Вот это его глаза, и он на коже. Теперь, что тут произошло? Такой червяк вышел из рыбы. Он уже не находится в рыбе. И поэтому он запрещенный. Найти его очень сложно. И тут у нас действительно надежда на кухню, что ребята, которые будут готовить вот эту рыбу, они ее как следует помоют. То есть, ну, сами видите, да, что вот это вот найти очень трудно. Вживую это, наверное, еще более выглядит драматично. Так, это не то. Одну секундочку. На самом деле, это карп, с которого чешую уже счистили. Да, да, вот я говорю, под кожей. Это даже кожу снять. Просто его счистили просто по бокам, но не вычищали в районе плавников. А вот эти полупрозрачные животные, они около плавников любят скапливаться. Да. То, что там сидело просто по бокам, конечно, оно счищено. У нас там чистили, специально делали такие щетки с гвоздями. Просто вот набивали туда много гвоздей, исчищали там все. А вот именно в районе плавников это туда почти не заходит. Поэтому, а именно там они любят скапливаться. Окей. Сейчас вот видите, вот это вот, вот это вот этот парень, который был, только вот это его глаза, да. Вот видите, вот это его глаза. Вот это его глаза. То есть, это то, что было два, это вот это вот сейчас видно. И сейчас, чтобы было наглядно. Сейчас, чтобы было наглядно. Я надеюсь, будет видно видео. Вот, вот, вот. Видите, он бегает, вот он бегает. То есть, вот такой вот тип в карпе, это конкретный червяк, который практически очень, он не попадает под того, чтобы его разрешить. Его практически невозможно разрешить. Если он, вот то, что рассказывают про селедку, да, которые торчат там из селедки, пока они не вылезли, это не наша проблема. Когда они вылезают, это становится наша проблема. Но тут, я еще раз говорю, тут у нас есть союзники неожиданные. Это шеф-повара, владельцы ресторанов, которые стоят на страже этих червяков не хуже, чем мы. Мы стоим, да, потому что мы знаем, что есть улам-аба, есть нарушения и прочее, прочее, прочее. Они стоят, потому что они не хотят потерять свою зарплату. Вот это видео с семгой теперь. Сейчас перейдем к семге. Вот это вот лого Раф Дорфмана, Йосеф Дорфман, он номер один в Израиле. Кстати, может, он и приезжал, нет? Номер один в Израиле по вот этим всем червякам. Сейчас я просто покажу это самое видео. Видите, это семга. Семга, да. Семга, который с карпов сняли, это как раз... Сейчас. Сейчас я вот звук убрал. Вот видите, это семга. И на семге, вот он показывает, такие как лягушечки. Вот в Израиле, кстати, я сталкивался с такими. В Болгарии даже сталкивались, в России я ни разу таких не видел еще. Я не знаю, может, видели. Они бывают везде. Бывают и на коже. Вот они, видите, как головастики такие. Бывают и на коже. Бывают, вот видите, он показывает. Бывают и... Они с кожи, видно, переходят и в это самое. Во все. Единственный плюс, они легко при минимальной гигиене, при минимальном мытье рыбы, они легко смываются. Особенно вот щетками, как ты говорил, Шмулик, щетки, которые металлические, они вот она, большая такая. Они вообще шикарно смываются. Но это тоже абсолютно запрещенный вид. Почему? Потому что они уже вышли с мяса. Они не внутри мяса. Не внутри мяса находятся, поэтому с ними... Ну, с ними плюс, что легко бороться. И, как говорится, в заключение официальной части, то, что я хотел показать... Сейчас я только подвину. Вот то, что я показываю, это тоже лаборатория Рафьосефа... Сейчас, секундочку, чтобы музыка была. Вот. Это лаборатория. Он, смотрите, он показывает разные виды червяков. Вот смотрите, это видно инфракрасные лучи, да, страшная вещь. Просто действительно. И опять же, тут на вот этом инфракрасном не все... Не все это самое... Не все вот эти червяки, они запрещены. Вот тот, которого он ловит и вытаскивает, он, как правило, не запрещен. Но огромный наш вот появился союзник в лице даже вот не евреев. Вот это все, что сейчас пошло, это материал не еврейский. Насколько эти червяки вредны в организм? Что когда они попадают в организм, они делают там серьезный ущерб. И поэтому то, что сейчас вы видите, это производство где-то за границей, абсолютно не еврейское, не связанное ни с кашрутом, ничего. Люди сидят, посмотрите, какое у них серьезное оборудование. Каждый мошгех бы им бы позавидовал. Смотрите, какой свет, да. Вот стол такой, как раз, который нужно. Все у них есть. И они вот, ну это да, это чуть не наша тема, но там тоже в Шримсе, в принципе, это самое. Это есть. Они берут и выбирают аккуратно-аккуратно. То есть, в принципе, за нас делают работу. И тут, да, вот это, что уже нашли. И тут мы, теперь, мы не придем им, скажем, ребята, а у нас половина того, что вы выбираете, нам это есть можно, поскольку это еще внутри. Тут мы не можем сказать, что наши нормы, они менее строгие, чем ихние. То есть, мы должны, как говорится, говорить Всевышнему спасибо, что он так сделал. С одной стороны, нас сильно, так сказать, пригрузил этим запретом рыбы, теперь действительно надо на практике. Что надо делать на практике? Когда приходит партия рыбы, просто делать хазоку. То есть, пришла партия рыбы, взял одну рыбешку оттуда, одну отсюда, проверил, она чистая. И, как говорится, листамех, опираясь на то, что черви, которые внутри рыбы, они позволены, и прочее, прочее, прочее. И когда ты видишь, что в этой партии еще 2-3 рыбины чистые, ты говоришь, хазок, меня больше эта партия перестает интересовать, пока она не обнаружит себя проблемной, эта партия чистая. И это действительно работает, так мне посоветовали делать раввины, так бороться с этой проблемой. И вот основная вещь, потому что действительно Машгеха, как мы видели, такой вот аппаратуры у нас нету. И действительно, наверняка, Всевышний нас не обязал, чтобы у нас такая аппаратура была, когда давал законы кашруты рыбы. Но стараться максимально, то, что в наших силах, то, что мы можем исправить, можем найти какими-то располагая оборудованием, которое у нас есть, находим, особенно под кожей, особенно, когда вот судак, филе, да, вот, кстати, тут можно вспомнить рэп Александра Шенкера, который, его супруга, много лет ей здоровья, да, которая нашла в судаке таких вот червей, да, поставили это в группу тоже, фотку гулял, находить такие, и там это тоже были уже конкретно запрещены, они вышли, вышли из мяса, это конкретно запрещенный червяк, но который, с которым можно бороться и найти, были идеи, раввины советовали, да, во всех местах, и не только департаменты, в других местах, поставить везде столы, вот как вы видели, со светом, только с такими столами можно найти реально червяков в рыбе, но опять же, насколько это, Моаси, насколько это возможно, я не знаю, это уже, как говорится, надо говорить конкретно с ресторанами, но что? На столах везде светлое мясо было, в селедке таких точно не даешь, потому что там мясо темное. Когда у тебя свет такой, у тебя не варь, ты видел какой там, у тебя подсветка такая, ты темное мясо, а? Там и рыба вся светлая лежала, да. Но все равно это, она светлая, я не думаю ни факт, что она светлая, там будет просвечиваться таким светом, в темноте, ты видел у них еще очки, у них это инфракрасное все, то есть, они вот, то, что там вот на этих, они видели вот так вот инфракрасно, ты видишь как рентген, они видели это рентген, они видели бы там, я не знаю, есть черная щука такая, знаешь, я говорю, черную щуку они видели бы, как прозрачная. Но факт остается фактом, что оборудования такого нету, И поэтому минимальные какие-то действия протереть, стараться хотя бы одну рыбину, две рыбины, три рыбины из партии. Вот сейчас все едят судака, дешевая, вкусная рыба. Стараться его снять кожу, посмотреть рядом с плавниками, посмотреть это все. И таким образом можем оградить евреев от лишних запретов, особенно в дни 9 ава, перед 9 авом, когда как раз нам не хватает сует, когда мы находимся в дни траура, был разрушен храм. Эти дни как раз всплывают со своим вот этим вот таким грустным моментом. И как раз вот именно, может быть, поэтому мы едим рыбу, в которой меньше проблем, чтобы сделать меньше нарушений. И, как я уже сказал, селедка, да, селедка, ее, она символизирует вот в этом своем единстве, что она плавает вместе и не пускает других рыб к себе. Так и евреи. В своем единстве, не пуская рыб к себе, они приближают строительство третьего храма. И поэтому с Божьей помощью будем стараться, то, что мы можем, как говорится, помочь в общем деле Кашрута в Москве, стараться потихоньку, это тоже приблизит строительство третьего храма. Сейчас какие-то вопросы, обсуждения, Шмулик, у тебя что-то сказать? Ну, пока нет, пока все ясно. Окей, тогда я с Божьей помощью вкратце опишу о всем, что мы говорили. Это выйдет от департамента, как указание работы с рыбой и другими морепродуктами. Спасибо еще раз Александру Шенкеру за организацию, за хост, за запись. Сейчас запись будет, как надо. Хорошего дня всем. До свидания, приходите еще. Спасибо еще раз. Спасибо. Продолжай в таком же духе, чтобы у тебя меньше было таких материалов, чтобы у тебя были только красивые такие свежие, крупные овощи, так сказать, присутствовали в твоих, это самое, в твоем видео. Желаю всем хорошего вечера. До свидания. Всего хорошего. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Шарко. До свидания.